Привет, мои хорошие! С вами на связи Гусель Курманова. Я врач интегративной медицины, акушер-гинеколог, детский гинеколог, врач-натрициолог. И в этом видео мы с вами поговорим про принципы питания и режима жизни при планировании беременности. И я считаю, что эта тема, она одна из самых важных на этапе планирования беременности, потому что от того, что в рационе женщины, планирующие беременность, напрямую зависит и течение беременности, и здоровье будущего малыша. И, конечно же, главным принципом построения дневного рациона является здоровое сбалансированное питание. Обязательно питание должно быть сбалансированное по всем микро- и макронутриентам. Очень часто я вижу такие ситуации, когда женщины сидят на большом количестве различных диет, ограничивают себя в поступлении полезных жиров, в частности, боясь поправиться. Женщины убирают вообще жиры из рациона, и это крайне является неверной стратегией. Жиры нужны, обязательно должны присутствовать в нашем рационе, потому что жиры, девочки, это наша красота, молодость, это, в частности, наша репродуктивная система, потому что из жиров строятся наши половые гормоны. И если в вашем рационе отсутствуют жиры, то, соответственно, ни о какой здоровой гормональной системе и речи быть не может. Что вообще должен в себя включать рацион на этапе планирования беременности? И, конечно же, в его основе, как я уже сказала выше, лежат все принципы здорового питания. И соблюдать этот рацион на самом деле несложно. Я рекомендую в первую очередь ограничить употребление так называемого пищевого мусора, а вообще лучше его исключить, то есть это все, всем любимые, ваши любимые быстрые углеводы, это булочки, это сладости, пирожное, мороженое, то есть эта еда, она совершенно не является полезной, она не несет никакой пищевой ценности, и в то же самое время она создает очень много проблем в организме. Также я рекомендую на этапе преграгидарной подготовки исключить фастфуд, исключить жирное, жареное, также минимизировать, а лучше убрать, копчености, полуфабрикаты, острые продукты, маринованные продукты. Используйте при готовке еды, соответственно, те варианты приготовления пищи, которые помогают нам сохранить полезные свойства продукта. В частности, лучше варить и готовить на пару, запекать, нежели обжаривать на каком-нибудь там неполезном масле. Обязательно употребляйте в своем рационе большое количество свежих овощей, обязательно должно быть, потому что овощи – это клетчатка, благодаря которой хорошо работает желудочный, кишечный тракт. Обязательно включайте в рацион больше белковых продуктов, это мясо, птица, рыба, а также фрукты. От полуфабрикатов или готовых блюд, которые прошли уже серьезную термическую обработку, я вообще рекомендую отказаться. Что еще нельзя на этапе прегравидарной подготовки и на этапе беременности? Это, конечно же, мы убираем сырое, то есть сырое мясо, сырую рыбу, сырые яйца я не рекомендую употреблять, а также грязные, плохо промытые овощи, фрукты мы тоже убираем. Относительно употребления кофе всегда очень много вопросов. На этапе прегравидарной подготовки и, в принципе, на этапе беременности 200 мг в сутки кофеина допустимо, поэтому если вы в день с утра выпиваете чашечку кофе, то в этом ничего такого страшного и критичного я не вижу. Что я рекомендую исключить полностью на этапе прегравидарной подготовки и тем более беременности? Это отказ от вредных привычек. Мои хорошие, нет безопасной допустимой дозы алкоголя, ее просто нет. Алкоголь и никотин пагубно влияют на ваше репродуктивное здоровье и на здоровье будущего малыша. Поэтому на этапе прегравидарной подготовки мы полностью отказываемся от всех вредных привычек. Также, что будет хорошо на этапе прегравидарной подготовки, тем более при беременности, это, конечно же, физическая активность и по критериям ВОЗ рекомендуемая физическая активность как минимум 10 тысяч шагов. На этапе прегравидарной подготовки любые виды физической активности, за исключением тяжелой физической активности, которую я все-таки рекомендую пересмотреть. То есть, если у вас всегда в вашем обычном образе жизни присутствовала тяжелая физическая активность с поднятием больших весов в спортзале, то на этапе прегравидарной подготовки, тем более на этапе беременности, я рекомендую все-таки вот такую тяжелую физическую нагрузку пересмотреть и минимизировать. Все остальные виды физической нагрузки, пожалуйста, йоги, медитации, дыхательные гимнастики, бассейн, все это будет очень хорошо и будет замечательно. Также на этапе прегравидарной подготовки и тем более на этапе беременности мы не забываем с вами про правильный и нормальный режим сна и бодрствования. Обязательно ложимся в 22.30, чтобы в 23 часа мы уже с вами спали, потому что если вы ложитесь спать позже 23 часов, вы нарушаете свой гормональный фон, и в результате этого у вас могут быть и гормональные сбои, что крайне важно на этапе прегравидарной подготовки. Не забываем про водный режим. И я напомню, для женщин с нормальным индексом массы тела норма потребления воды заключается в 30 мл на каждый килограмм веса. У женщин с избыточной массой тела и ожирением эта цифра равняется 40 мл на каждый килограмм веса. Вот такие базовые принципы построения дневного рациона и режима дня помогут вам правильно подготовиться к беременности и минимизируют риски и осложнения при течении беременности. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас остались вопросы касаемо персонально вашей ситуации, вы можете обратиться ко мне на личную консультацию. Для того, чтобы записаться на индивидуальную консультацию, переходите по ссылочке под этим видео. Я желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!